Сегодня мы рассмотрим событие, которое произошло в ноябре и в принципе совпало с выборами в Соединенных Штатах из-за того, что выборы привлекли наибольшее влияние, наибольшее внимание со стороны средств массовой информации в мире. Данное событие осталось несколько в стороне, но тем не менее оказало существенный резонанс в более региональном масштабе. И именно тематика будет связана с Индией, а конкретно демонетизация, которая произошла в данной стране 8 ноября, ее эффекты на экономику данной страны и также перспективы для национальной валюты под названием рубри. Следует добавить здесь, что эффекты, которые произвела данная демонетизация продолжаются и до сих пор. В первую очередь демонетизация представляет собой лишение или утрату права быть обмененным на другие валюты. То есть в данном случае это выход из обращения. Данная реформа денежная, как можно ее назвать, она относилась к валютам двум купюрам номиналом 500 и 1000 рупий. Они были призваны в принципе вне обращения и правительство вынудило в течение 50 дней до 30 декабря прошлого года обменять все имеющиеся наличные купюры данными, такими достоинствами на новые 500 и также 2000 рупий. Соответственно, все, кто не успели бы сделать это за выделенный период времени, просто потеряли бы сумму в том объеме, который осталось не обменяем. Целью, основной целью, которую поставило правительство Индии, была борьба в принципе с коррупцией и с недополучением денежных средств в бюджет страны. Именно как уход от налогов. Большинство, большая часть операций, транзакций, переводов, в общем, скажем так, транзакций в Индии, составляет собой именно наличные операции и по этой причине многое не регистрируется. И, соответственно, как борьба с неучтенными доходами под этой эгидой и была устроена, скажем так, данная денежная реформа. Влияние на национальную валюту мы рассмотрим также чуть позже. Следует просто обратить внимание, что за последние, в принципе, более заметно, это было за последние 5 лет, Существенно обесценилась рупия по отношению к американскому доллару. Здесь можно заметить график доллар по отношению к индийской рупии. Значение еще на окончании 2011 года было в районе отметки 50 рупий за 1 доллар. И, как можно наблюдать уже на данном месячном графике, по последним показаниям, значения приближаются, в принципе, сейчас находятся в небольшой коррекции, у отметки около 67 рупий за 1 доллар, что представляет собой немного большее значение, чем курс стоимости российского рубля. К более подробному графику именно индийской рубли мы еще вернемся. Следует отметить, в первую очередь, структуру экономики и как на нее повлияло. Сверху, на первой диаграмме, можно заметить структуру именно экспортов из Индии. Большая часть, как минеральные продукты, в данном случае имеются в виду продукты энергетического сектора, то, что касается нефти, около 13% из всей данной группы, куда входят также дистилляты и прочие, продукты обработки нефтяной промышленности. 13% из этого достаточно существенную долю представляет собой именно очищенные нефтепродукты, то есть бензин, керосин и так далее, разное октанового значения. 14% текстильная промышленность, химическая промышленность, также сюда входит и фармацевтика, в данном контексте 13%, оборудование также в районе 9%, производство машин, также комплектующих на уровне 7,5%, металлы в районе 9%, и уже еще двумя наиболее крупными группами является производство уже как агрикультуры в районе 7% и 6% от всего экспорта представляет собой драгоценные металлы, а также изделия соответствующие. На импорт большая часть, около 26%, то есть более четверти приходится на сырую нефть, хотя Индия производит также свою сырую нефть, ее добычи невелики, в целом здесь превалирует именно импорт сырой нефти, так как объем нефти, добычи сырой нефти из, точнее в Индии, составляет около 770 тысяч баррелей, то есть меньше 1 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, производство лидеров России и Саудовской Арарии находится на уровне от 10-11 миллионов баррелей в сутки. И для столь большого, для столь большой экономики большая часть импорта приходится именно на энергоносители. Существенную также долю берут на себя и импорт оборудования, сюда же и входит и оборудование высоких технологий, импорт драгоценных металлов, куда по большей части входит золото, и также сюда входит золото примерно 7% и 4% импорт алмазов. Индийская экономика сама по себе ослабится именно производством огромного количества и, соответственно, потреблением огромного количества драгоценных металлов, производством бижутерии. Объем импорта химической продукции также находится в районе 8,5% и металлов, около 6, прочих металлов в районе 6%. При всей данной структуре следует обратить внимание на то, что Индия регистрирует, ну, в принципе, особенно начиная с футболичных годов, регистрирует дефицит торгового баланса, который именно в посткризисный период набрал наибольшие, скажем так, обороты увеличения. Данные показаны в миллионах американских долларов. Если брать 3,0, то можно получить, в принципе, миллиарды американских долларов. И, как по последним данным, 10 миллиардов американских долларов состоял дефицит торгового баланса, то есть разница между экспортом и превалирующим импортом. Этот эффект вместе с тем, что баланс именно счета капитала, финансового счета для данной экономики, для индийской экономики, не сильно помогает, то в целом текущий баланс для Индии оставляет негативное значение. И хотя его уровень снизился за последнее время с приблизительно 7% после кризисных годов в 2009-2010 году до примерно 1% дефицита в 1-25% от ВВП, само отрицательное значение оказывает давление на, продолжающееся давление на индийскую валюту, что можно было заметить и на данном графике, когда рассматривалась именно динамика роста за последнее время. Говоря о том, чем еще отличается экономика Индии, она до демонетизации, которая оказала подавляющий эффект на рост индийской экономики, до того момента, в принципе, за последний квартал еще нет данных официальных. Индии регистрированы самые высокие темпы роста номинального, безусловно, ВВП, то есть в абсолютных значениях, в переводе даже в тот же доллар, рост ВВП в среднем за период, начиная с кризиса 2008 года, он превышал находился в районе 8%, превышал 7,5%, и по показаниям третьего квартала, квартала предшествующего, который шел перед демонтизацией в начале ноября, значение стояло целых 0,3%, что намного выше было, чем в Китае, соответственно, и Индия занимала первую строчку в мире по росту ВВП. Рост экспорта и импорта за последние 5 лет также показал двусначную динамику в среднем. Экспорт вырастал в среднем на 12% в год, импорт на 11% в год. И это, безусловно, отчасти помогало и торговому балансу, но в целом помогало расти дальше всей экономики Индии. Также стоит обратить внимание на монетарную политику, которую ввел индийский регулятор, индийский резервный банк, резервный банк Индии. Стабильный курс в 7% наблюдался 7% ставка наблюдалась до начала кризиса. Падение, как и в целом в мире, оно осуществлялось именно в последующие 2 года, до 2010 года. Но уже после из-за того, что, как можно заметить, даже на графике роста ВВП снижение в самом низком значении стояло чуть менее 4%. И это на пике, можно сказать, или на дне кризиса. Это последующий выход до восстановления экономики был сопряжен с достаточно большими темпами роста инфляции. И для регулирования данного фактора индийский регулятор был вынужден прибегнуть к манипуляции наиболее эффективным способом, а именно процентная ставка, ее повышение долгое время находилось в районе 8%, что достаточно привлекательным делало с одной стороны индийские ценные бумаги при существенном росте также ВВП Индии. Лишь в последнее время наметилось плавное снижение, которое в начале декабря по последнему решению индийского финансового регулятора сохранилось на уровне 6,25%. Как заявил индийский регулятор, не стоит ожидать ближайшее время снижения, дополнительного снижения, так как инфляция хоть и падает, но основной причиной падения инфляции является в целом та демонетизация, которая произошла в конце 2016 года. И здесь можно заметить ту самую динамику только за последние 5 лет, именно после выхода из кризиса 2010-2011-2012 год наметилась существенная динамика роста инфляции, которая в принципе переросла в двузначные значения на конец 2014-го года и была обуздана лишь в последующие годы, 2014-е и 2015-е в целом 2016-е годы. Инфляция находилась в среднем на уровне 5%, и последнее падение было в целом падение именно в конце 2016-го года, как было отмечено, причина этого была именно падение в целом объема монетарной массы. Еще один индикатор, через который стоит посмотреть на индийскую экономику, это средний уровень заработных плат, дневных заработных плат в Индии, хотя статистика достаточно не часто опубликуется со стороны бюро труда при правительстве, правительство Индии, значение состояло на 2014-е год, на окончании 2014-го года, 272 рупии в день. более чем низкое значение, потому что в принципе значение представляет собой около 260 плюс-минус 260 рублей, что за тоже 8-часовой день превращается менее чем за 40 рублей в час, но это в среднем, безусловно 35-33 рубля в час в среднем, если брать, это говорит о уровне в целом, о уровне заработка в данной экономике и непосредственно влияет и на социальную сферу. Вновь вернемся именно к ситуации с демонетизацией данные похожие ситуации, как изображены на данной фотографии, были в принципе в каждом банке. Обязательный обмен валюты, которая тысячей и 500 рупий, значение которых примерно составляет около 14,5 из 7 с небольшим долларов, соответственно, составляли 85-86 процентов всех наличных денег в стране. И, соответственно, все эти суммы, особенно в частных руках, они должны были быть обменены либо на новые, либо уже на банковский счет или на депозит. Существовали лимиты, лимиты на обмен постоянно менялись, это было как 4 тысячи рупий в день человека, было повышено до 4,5 в некоторое время, затем спущено в принципе в два раза, уменьшено до 2 тысяч рупий в день новых. Существовали также большие проблемы именно с такими же чередями банкомата, так как новые банкноты в первую очередь не были напечатаны, в вторую очередь имели новые как другие размеры, под которые не были подстроены прошлые банкоматы, так и другой уровень защиты. И пустые банкоматы стали той неприятной действительностью в течение нескольких месяцев после демонетизации и соответственно оказало огромное негативное влияние на как на социальную сферу, так и на продажи, которые по большей части сократились на все территории Индии. Другой взгляд стороны фискальной политики следует обратить внимание на то, что по уровню корпоративного налога Индия находится на уровне достаточно развитых стран, при том при всем, что сам уровень жизни, как можно было заметить, по среднему уровню, тому же среднему уровню зарплат оставляет желать лучшего для индийского рабочего класса и соответственно столь высокий уровень, который характерен лишь для наиболее развитых экономик, оказывает подавляющий эффект на налоговое отчисление, безусловно, бегство от налогов, который формируется это со стороны данных корпораций, то есть со стороны бизнеса, схожие же результаты роста данного подуходного налога за последние 10 лет и в плане личного налогообложения, то есть физических лиц, он также рос. Это поспособствовало в определенной степени после увеличения дефицита бюджета по отношению к ВВП Индии в кризисный 2009 год увеличение стало практически до 8% плавно, данное увеличение компенсировало дефицит бюджета, хотя значение до сих пор находится в приближается к нулевой отметке, столь высокие уровни налогообложения при невысоком уровне качества жизни создает те самые условия для создания теневой экономики и соответственно ухода от налогов и новые устремления правительства Индии они в принципе могут окончиться не столь удачно по своему эффекту уже существует множество негативных факторов как на экономику так и на социальную сферу и та цель которая была поставлена по борьбе с теневой экономикой и не зарегистрированными доходами не задекларированными может не стоить того во что обошлось данная демонетизация для в целом для индийского народа уровень хотя в целом за последние 10 лет наблюдается падение роста кредитования и соответственно сокращение или на том же уровне регистрировалось объем наличных в экономике долгое время сокращение последнее время в 2016 году все равно привело к росту то есть положительные значения означают что годом ранее значение объема выданных кредитов в данном случае для коммерческого сектора но если посмотреть на статистику в целом по банковскому сектору в Индии динамика будет та же и все еще остается позитивная динамика то есть объем кредитов выданных кредитов растет это не имеет столь пока пагу на воздействие особенно учитывая то что при вынужденном обмене валюте как минимум и как максимум перевода денежных наличных средств на банковские депозиты или счета приводило к повышению доступных средств для выдачи кредитов объем кредитования за последний 2016 год продолжал падение данная динамика на данный момент не имеет признаков ослабления то есть восстановление темпов роста кредитования в Индии не наблюдается в последнее время объем как можно заметить изменение объема в миллиардах рупий ежемесячного объема денежной массы первичной денежной массы включая с собой наличные деньги также монеты резко сократился в ноябре то есть данное сокращение на в принципе на 6 триллионов рупий было результатом того что при скажем так выводе из денежной массы старых купюр которые стали 86% не не было возможности восстановить в целом весь объем тех средств которые требовались экономики и это привело к соответствующему негативному эффекту и к огромным очередям в банках и соответственно банкомат индекс деловой активности производственным секторе за последний год впервые начал активное снижение в ноябре то есть значение ставило 52% процентных пунктов точнее сказать значение в 50% расценивается как то что большинство компаний которые в производственном секторе находятся при 50% означает что не зарегистрировали увеличение как закупок так и производство увеличения также в этот индекс включено увеличение и занятости другими словами при значении больше 50% увеличивается объем закупок и производства в секторе и резкое падение с более чем 54% в октябре в принципе пиковое значение для 16-го года за ним последовало сокращение в 16-м в ноябре 16-го года и падение в декабре уже до значения меньше 50-ти то есть в целом было загрессировано падение всей деловой активности в производственном секторе это не исключено так как многие люди были вынуждены долгое время в течение данных двух месяцев находиться по много часов в очереди для того чтобы обменять деньги при этом существовал определенный лимит на тем людям у которых было большим возможности точнее не было возможности менять несколько все имеющиеся наличие средства не были вынуждены несколько раз приходить и простоевать в долгих очередях соответственно это повлияло на работу на работу в целом всех секторов экономики на занятость хотя статистика будет оглашена лишь в первом квартале этого года еще не оглашена но безусловно это окажет подавляющее давление покажет давление на статистику занятости в секторе услуг снижение было не менее активным то есть при значении в октябре также больше 54% резкое снижение за 2 месяца и те показания которые уже в начале 2017 года все равно еще демонстрируют динамику снижения пусть не столь активно как было в конце прошлого года теперь вернемся к рупии национальной валюты Индии и по данным в данном в данной таблице можно заметить расположение валют мировых валют от банка по международным расчетам индийская рупия находится на 18 месте после российского рубля по объему переводов всех транзакций совершенных следует отметить разницу между тем что 2001 годом предкризисом 2007 посткризисным можно сказать во время выхода из рецессии 2009 года объем постоянно растет в мировой торговле мировых перерасчетах то есть в потоках капитала и Индия плавно увеличивает свою позицию да то есть с 21 до 18 места и не последнюю очередь рост серьезный рост реальной экономики этому способствует теперь техническая ситуация с точки зрения технического анализа на момент когда было зарегистрировано в целом начало демонетизации руби находилась и продолжает на данный момент находиться в диапазоне цен лишь стоит отметить что было преодолено линия поддержки в следующем тренде на недельном графике уже после существенного ослабления низкий руб из 66 за доллар до практически 69 это привело также к касанию уровня поддержки в прошлом тенденции восходящей и дало возможность заключения долгосрочных это недельный график и соответственно долгосрочных сделок на продажу данного инструмента хотя безусловно тенденц как можно заметить на месячном графике весь тот негативный эффект который оказался и демонетизацией и в целом обесценивание индийской рупии по отношению к доллару начиная с посткризисного года когда было 50 рупий за доллар сейчас уже значение увеличилось в принципе более чем на 15% и данная динамика с большой долей вероятности продолжится на дневном графике можно заметить нахождение в данном диапазоне и падение вниз до уровня поддержки около 66 рупий за за один американский доллар остается многовероятным на перспективу ближайших нескольких торговых недель учитывая все факторы которые были названы для индийской валюты не существует на данный момент крепких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления учитывая то что для американского доллара скорее всего наступит момент период укрепления по сравнению с большинством мировых валют если не будет безусловно геополитических рисков каких-то дополнительных которые сейчас еще не включены в цену но в целом же динамика ослабления индийской валюты при том что торговый баланс данной страны и так остается негативным то есть все дефицит торгового баланса при всем при этом также негативных эффектах демонетизации в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего ослабления индийской руби к более высоким значениям вот в целом то что я хотел рассказать о эффектах на валютные рынки на рынок реального сектора индийской экономики социальные эффекты можно заметить демонетизации следует лучше готовить и это беспрецедентный шаг в целом для мировой экономики был и эффекты безусловно сомнительных точнее преимущества стоит отметить что при 15,4 триллиона рупий которые должны были быть обменены 15 миллиардов 15 триллионов прошу прощения то есть больше 97% той валюты которая должна была быть обменена была обменена на новую валюту или положена на счета в банк соответственно скажем так теневая экономика не претерпела существенные а сокращение и та цель которая поставлена имела как минимум ну имеет до сих пор спорные результаты при всем при том что сама демонетизация обошлась индийской экономике более чем 110 миллиардов индийских рупий соответственно лишь после выхода статистики за четвертый квартал можно будет в целом оценить то как пострадал реальный сектор и какие дальнейшие перспективы роста окажутся для данной экономики но в целом же следует обратить внимание то что сокращение реального сектора экономики из-за двух последних месяцев в 2016 году и те долгосрочные эффекты негативные которые еще окажутся на сектор производства будут еще долго аукаться индийскому правительству соответственно индийской экономики м 1 1 1 2 2